Днём ранее, 26 августа, с рабочим визитом губернатор Игорь Руденя посетил Торжокский район. Глава региона посетил Мирновскую среднюю школу, архитектурно-этнографический музей, подстанцию скорой медицинской помощи в Торжке и провёл встречу с общественностью. Об итогах визита рассказывает Наталья Чекет. В посёлке Мирный Торжокского района губернатор Игорь Руденя возложил цветы к мемориалу памяти павших воинов. Здесь же находится Мирновская средняя школа. В учебном заведении внедряются современные образовательные технологии. Так, в прошлом году в школе по нацпроекту образования открыли центр цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Кроме того, в учебном заведении действует центр прототипирования и программирования. Малый спутник детского технопарка «Кванториум». Тот факт, что таких два чудесных кабинета появилось, это говорит о том, что в ногу с современностью наши дети могут участвовать во всех конкурсах. Вот конкурс, который был в «Кванториум», три ученика, члены кружка прототипирования, заняли призовые места. По итогам посещения школы Игорь Руденя дал ряд поручений, касающихся улучшения материально-технической базы учебного заведения. Следующим местом посещения стала Торжокская подстанция скорой медицинской помощи, которая присоединена к Тверской СМП 1 августа. Напомним, что сейчас в Верхней Волжье ведется централизация службы скорой помощи. Вызов нам прилетает на компьютер, на монитор. И диспетчер направления уже распределяет вызова по бригадам. Работаем все в электронном визе, никаких бумажных носителей. Вызывать передаются бригадины на планшет. Это мобильно, это быстро, нет какой-то лишней суеты. После посещения глава региона обратил внимание на необходимость нового помещения для службы и поручил разработать проект по строительству модульного здания. Город из Торжокского района – архитектурно-этнографический комплекс под открытым небом Василева. Всего на территории комплекса площадью 27 гектаров находится 13 объектов деревянного зодчества. Сам музей под открытым небом разделен на три части. Вход – Тверская деревня, где расположена страна 17-го, начало 20-го веков и территория с усадьбами. В прошлом году на территории комплекса началась реставрация. Сейчас завершены работы на Нижнем и Чертовом мосту, валунной стенке, белокаменной лестнице, проведена расчистка прудов. Во время посещения губернатор подчеркнул – важно сохранить все сооружения комплекса и внимательно следить за их состоянием. Обратите внимание на состояние основных объектов – это объекты нашей культуры, нашей национальной культуры, это объекты карельских поселений, которые поставлены. Считаем, что очень важно, что идет ремонт, воссоздается, но главное – не потерять основные объекты. В этот же день губернатор провел встречу с общественностью. Обсуждались актуальные темы развития муниципального образования. В разговоре принял участие советник президента Российской Федерации Владимир Васильев. Был такой вот диалог, то есть вопросы и тут же ответы. В чем, что очень хорошо, что присутствовали все министры, заместители-председатели правительства и некоторые вопросы решались на ходу, что тоже очень хорошо. По итогам общения Игорь Руденя сообщил о планах по расширению газификации и запуске новой модели пассажирских перевозок в Торжке и Торжокском районе. Это решение по введению транспорта в Верхневоложье с 2022 года на территорию Торжокской агломерации по просьбам людей, которые здесь проживают. Все хотят тоже пользоваться хорошим, безопасным транспортом, поэтому это наша задача – выполнить поручение наших граждан. Кроме того, в Торжокском районе планируют отремонтировать дорогу до Раменья. В 2022 году планируется привести это направление в нормативное состояние. Также по просьбам жителей дано поручение отремонтировать дорогу до Страшевичского сельского поселения. Продолжение следует...